Так, народ, всем привет! Сейчас у нас будет горячая дискуссия, я прям вот чувствую комментарии знатоков по BMW, у которых никогда не было, как у меня, но сейчас будет вообще просто жарко. Но есть важная информация для всех владельцев новой Mazda 6. Парни, 11 июня будет проходить общий наш сбор, встреча клуба Mazda 6. Организовывает ее Марат Соболь, его многие из нас знают, многие знают из тех, кто вступил давным-давно в группу официальную. А те, кто не вступил и первый раз про это слышат, ссылка будет в описании. Обязательно вступайте, смотрите, где это будет происходить и что там будет. А там будут в 11 часов, подчеркиваю, в 11 часов начала сбора. Мы собираемся, в 12 часов начинают жарить шашлычки. В час дня компания MV Tuning будет представлена там, она будет проводить различные конкурсы, будут дарить различного рода подарки. Какие подарки, я вам не скажу, чтобы хоть какую-то интригу сохранить. Вот, обязательно приезжайте, шашлык, все бесплатно, вообще полностью, все мероприятие бесплатно. И вовсе, все это организовывают просто Марат, представляете? Я созван с человеком, говорю, Марат, что все бесплатно, что ли? Он говорит, да, я говорю, как так, я говорю, ну как-то кто-то же должен скинуться. Он говорит, все расходы я беру на себя, поэтому ему отдельный респект, отдельная просто реально благодарность за то, что он нас всех вместе соберет. И всех тех, кто в комментариях пишет там, всем привет, всем пока, смогут встретиться люди, пообщаться между собой вживую. Также будут различные кальянные, будет машина с кофе, все это будет присутствовать. Что-то, конечно, здесь будет платно, но обязательно приезжайте, будет музыка, будет диджей, будет очень много народа. Приезжайте, буду рад всех видеть, обязательно пообщаемся, про нашу машину обсудим. Поэтому всех жду 11 числа, это суббота, это суббота, пацаны, все, блядь, каждый должен быть, все, всех жду. А сейчас, а сейчас, я вам хочу рассказать просто про автомобиль, BMW, BMW. Пойдемте, просто пойдемте поближе. Значит, наверняка у многих сейчас вопрос, почему BMW. Данный автомобиль 2012 года, это 528 BMW, она полноприводная. И стоит эта машина 1 миллион 500 тысяч рублей. Человек, который купил пару месяцев назад, машина моего близкого, полтора миллиона, парни. Почему она? Потому что новая Mazda 6, двухлитровая, в моей комплектации, так сказать, в максимальной, стоит сейчас 1 миллион 550 тысяч рублей. 2012 год, пробег у машины был 100 тысяч километров. Значит, когда я сам выбирал себе просто автомобиль, у меня тоже закрадывались мысли в голову. Просто я присматривался также к бэушным машинам. И, понятное дело, я смотрел не какие-то там бэушные Тианы, бэушные Mazda 6, чтобы подешевле было. Я смотрел BMW пятерку бэушную, я смотрел Мерседесы бэушные, я смотрел также Лексусы различные. И когда я просматривал объявление, я ни разу не находил подобного экземпляра. Просто у него есть своя уникальность. Какая уникальность? Сейчас я вам чуть позже про это расскажу. Я также продолжаю искать специально для тестов, для сравнительных тестов, там, новую Kia Optima. Все это в поисках продолжения, но пока автомобиль не подвернулся, я тут встречаю своего товарища и говорю, давай-ка вот это просто покажем людям, что можно купить за те же самые полтора миллиона рублей, если ты с головой, если ты с руками, если ты вообще просто понимаешь, как устроен автомобиль. Если ты в нем разбираешься. Значит, смотрите, что в нем есть. Значит, комплектация у нас идет индивидуал цвет. Вот сейчас по камере, да, вы смотрите, кажется, что черный цвет. На самом деле он не черный, и он вечером, кажется, вообще таким, знаете, фиолетовым цветом слегка отдает. Таким, такой светлый, как бы, баклажан. Но вот сейчас днем, он, пожалуйста, черный цвет. Вот у машины пробег 100 тысяч километров. 2012 год 100 тысяч километров. Сейчас по кругу просто прям, вы просто посмотрите на качество лакокрасочного покрытия. Я вот сейчас стоял, смотрел, сравнивал просто, смотрел на свою Мазду годовалую, ну, которая 14 месяцев, смотрел на нее, я как бы был неприятно, но удивлен. Вот, обвес у нас изначально шел, эмочный. Были дополнительно установлены противотуманки, они также диодные. Обратите внимание, что нет у нас ноздри частично. Влетела спица, ой, спица, влетела птица и пробила вот эту пластиковую конструкцию. Вот, дальше идем. Диски у нас 19-е. Резина спереди стоит 245-40 R19. Сзади резина, она шире, и она с таким, с легким наклоном стоит, но это BMW-шная тема. Соответственно, устойчивость на дороге гораздо лучше, но резину не поджирает. Обвес у нас ниже идет тоже эмочный. 275-35 R19. Смотрите, специально установлено, чтобы колесо было чуть-чуть на вынос. За счет вот этой вот приблуды, скажем так, машина смотрится поинтереснее. Сзади она вообще вид совсем другой, сейчас я вам покажу. Но, вот есть такой косяк. Если обратите внимание, от пескострую, то есть пошла лопаться краска. То есть, вот она уже. Ага, раз. Красота, пацаны, требует жертв. Также задний обвес у нас. Пожалуйста. Выхлопные трубы. Здесь выхлоп установлен за 350 тысяч рублей. Это при условии того, что его ставили два года назад. То есть, когда доллар был 33 рубля. Козырек у нас тоже карбон. Просто, ну, в общем, к внешнему виду автомобиля претензий нет. Комплектация здесь очень жирная. То есть, все с доводчиками. Двери все с доводчиками. Багажник. Давай. Багажник у нас тоже с кнопки работает. Все открывается, закрывается. В машине 245 лошадиных сил. Пас. Значит, к выхлопной системе, я думаю, претензий ни у кого нет. Да, то есть, звук реально хороший. И самое главное то, что шумка в машине вообще идеальная. То есть, когда я сижу в машине, как такового вот этого рыка-то я не слышу. То есть, ехать в машине реально комфортно. Но когда ты нажимаешь газ в пол, звук, понятное дело, он радует ухо. Он не напрягает. Расход у машины по городу в спокойном режиме. То есть, когда ты едешь вместе с потоком, 10 литров. Если ехать быстрее поток, человек говорит, ну, 12. 12 это уже как бы даже много. Если давить тапку в пол, понятное дело, то что я даже не буду называть эти цифры. Потому что, смотря, как давить и смотря, сколько по времени давить. Значит, смотрите, просто по лакокрасочному покрытию претензий в машине нет никаких. Потому что я всю машину сейчас обошел. А моя камера, она не снимает с фокусировки. То есть, машина реально выглядит как новая. Вот просто я всю машину прошел. Не задние детали, парни. Все спереди сходил, смотрел. Просто качество, идеал. Я недавно мыл свою машину и обратил внимание на то, что там уже очень много этих разводов. Но здесь 3 года, пацаны. Даже 4 уже год. Четвертый год пошел. Претензий к машине нет. Есть покоцанность дисков немного. Да, где-то видно, что уже диски бывалые. Это есть. Но в целом машина идеальна. Открываем дверь. Мне владелец говорит, слушай, ну вот есть такой косячок. Это, говорит, у всех БВ, когда моют машину, керхером сбивают. Вот, смотрите. Вот такая часть, да, у нас получается, она отошла чуть-чуть. Ну, я ему говорю, ну и чего? Говорю, наверное, от этой, вот та, что она отходит, машина едет совсем по-другому. Да, она плохо едет, она не разгоняется. Мы посмеялись. Понятное дело, мелочь вообще на ходовую никак не влияет. Что касаемо качества салона, вообще просто материалов. Вот садишься в салон, 4 года мы ездили, по кочечкам проезжали. Нет никаких скрипов. Ну, реально, ну нет, скрипов. Я специально, я уже машину и на бок, и так, и так. Ну, вообще идеал. Машина слегка даже занижена, слегка занижена. Но мы ехали по дороге, по разбитой, в принципе, нормально. Но, опять же, надо съездить с головой, два пальца засовываю, встает, да? Вот пальцы, в принципе, впритык. Смотрите, я вам хочу поднять сейчас капот и показать. Не для того, чтобы вам рассказывать, как устроен двигатель, что там находится. Нет. Просто вы сейчас посмотрите и сами убедитесь, что за все это время туда никто особо не лазил и ничего там не делали. Просто пойдемте. Вот, идите сюда. Вот, смотрите. Видите, вот все вот пыльное, такое грязное. То есть, соответственно, поднимали. Ну, по-любому, когда при ТО делали, там, вот, масло, пожалуйста, мотор не делали. Ну, однозначно, как делают ТО, крышку вот снимают. А так, в целом, обратите внимание, то, что во всех там деталях, там, ну, машина, она, вот, вот, просто видно, то, что здесь никто не лазил, здесь ничего никак не менялось абсолютно. Самое главное, то же, все болты, они не сорваны. То есть, он перед покупкой проверял, смотрел, то есть, все на месте, то есть, видит, что ничего не откручивали, все, пожалуйста, в исходном положении. Что может с этой машиной быть? Обычно летят привода. Привода летят обычно, почему? Машина мощная, покататься охота, разгон, кстати, самое главное, 5,6 секунд до сотни. Машина, подчеркиваю, полноприводная и 245 лошадей в ней. Это базовая комплектация, вот, в стоке 245. Но здесь установлен чип-тюнинг, и машина примерно, ну, 320 лошадей выдает. На мощностном стенде, если, по-моему, сейчас поблизости был, можно было бы проверить, показать, но надо оно. Я думаю, не надо. Вот, соответственно, у него до этого, у владельца этого был X6, у него до этого была BMW 7 серия, у него до этого была Audi Q7. Человек покупает машину, он, в принципе, уже знает, разбирается, поэтому его никак не пугает то, что он сейчас купит машину, и у него что-то там сломается. Он разбирается в машинах, он знает, у него есть яйца, поэтому он ее берет и ездит. Значит, что касаемо салона. Он у нас идет на тряпочке. Ну, салон реально очень богатый, жирный салон, то есть, если начинать, просто даже сравнить, вот мы же сравниваем все с нашей машинкой, с нашей Mazda 6, любимой. Если идти слева-направо, смотрите, все то же самое, стеклоподъемники, понятное дело, все автоматическое, все есть. Свет. Ну, в общем, удивить здесь чем-то, допустим, меня нечем, вот максимум, чем я могу удивиться, это большой монитор, коробка передач, реально интересная, удобная и очень есть крутые функции. Сидение реально очень удобное, вот что-что, но сидеть в машине реально кайф. То есть, когда садишься в нее, настроек очень много, то есть, можно под себя подставить и просто балдеешь, кайфуешь. Многие всегда отмечали, вот никогда, знаете, вот раньше, эмочный руль, эмочный руль, вот он, пожалуйста, эмочный руль, толстый, удобный. То есть, машина реально богатая, с богатой комплектацией и цена у нее, в принципе, как вы видите сами, доступная. То есть, если брать либо новую, да, Mazda 6, ну, допустим, либо там какую-то Kia Optima, либо можно взять вот такую бэшку. Я бы с удовольствием бы ее взял, вот именно попадись мне вот такой экземпляр. Да, действительно, что меня единственное смущает, ну, понятное дело, я привык покупать новые автомобили. Вот я больше сторонник вот этой поговорки, лучше автомобиль, новый автомобиль. Но, тем не менее, вот такую, вот такую телегу я бы себе очень, но уверен, что покупать такой автомобиль согласится только молодой парень, у которого раз вот появилась денежка там, возможно, что-то кто-то дал, возможно, он что-то сам заработал. А есть, допустим, полтора миллиона, ну, Mazda 6 или BMW 528 в хорошем адвесике, с хорошим выхлопом сразу. Естественно, по большому счету. Я не буду разгонять машину до максимума, но на газ-то мы разочек-то в пол нажмем. Машина, в принципе, мягенько идет. Диски 19, резина даже еще ниже, чем у меня. Обращу внимание на то, что реально на такой машине, когда ездишь, на тебя все оборачиваются, все смотрят, машина привлекательная. Конечно, в крупных городах, там, допустим, по центру Москвы, да и вообще даже по крайней Москве проехать, ты никого не удивишь эту машину. Но вот я сейчас прямо нахожусь в области, и эта машина, конечно, взгляда приковывает. Что подчеркивают, классно для молодого парня. Это всегда будет интересно, да, когда ты едешь, так он нажимаешь на газ, а у тебя раз такой выхлоп пошел, машина поехала, она просто понеслась. Я не скажу, конечно, что вау, ничего себе, как некоторые, да, вот это вот, вох, она едет. Ну, она едет, да. И в этом есть свой комфорт. То есть ты поехал, так раз тут с тобой рядом встал, такой, что ты там, куда-то ты, как дала просто в пол и ушел. Вот. У машины горит чек, у машины горит чек, но это из-за того, что переделывали выхлоп и убирали лямбда зонт. А так, в принципе, машина в исправном состоянии. Ну и на самом деле, человек просто разбирается в машинах, претензий, нареканий к машине нет. Ничего, он не вкладывает, он на 8 тысяч подливает, что-то говорит, там, литр масла, что ли. Ну так, посмотрит, посмотрит там, за маслом. Управляемость у машины, понятное дело, то, что на небольшой скорости идеально, но и на большой скорости тоже идеально за счет вот этого угла наклона BMW, что-то, то есть тачка рулится реально круто и комфортно, то есть удовольствие от этого есть. Больше удовольствия, конечно, в летнюю погоду, просто в солнечную хорошую машину, чисто доставляет этот звук. Ну, парни, блядь, за... Ну, 350 тысяч, пацаны, за звук, просто тупо за звук. Ну, в пол жмешь, машина прям действительно сжимает. То есть в этом есть кайф, то есть она вот прям бросает машину вперед. А если включить режим спорт плюс, все системы отключаются, больше крутящий момент происходит на заднюю ось, то есть машина вообще будет толкать. В этом есть кайф. Открываешь окно, просто сразу слышен весь выхлоп, то есть приятный такой звук. Уже неоднократно про это говорил, но просто он действительно заслуживает столько внимания. Закрываешь окно, едешь просто, просто плавненько жмешь на газ в пол. Машина едет, шума нет. То есть он не надоедает, это важно. Но если ты хочешь, просто привлечь внимание. Значит, что мне нравится просто в этой машине, вообще в целом в BMW. Почему мне всегда нравилась эта марка? Не потому что это BMW, а потому что вот, просто обратите внимание, вот на этот есть салон. Вот я люблю такую эргономику. Обратите внимание, что есть что-то схожее с Маздой. То есть, да, здесь круче, да, здесь всего больше, он массивнее, но в целом он удобный, он интересный салон. Там просто мотоцикл из-за поджимался, я ему просто дал понять, что мы здесь люди-то нормальные. То есть машина-то у нас серьезная, не надо к нам поджиматься. Вот, в машине сижу комфортно. Я однозначно могу с уверенностью сказать 100%, что есть они каждый день, есть по городу, то есть кайф. Просто кайф, в спинах будет не затекать, сидеть в машине классно. Подлокотник есть, все, есть, коробка тоже очень приятная, ее хочется почему-то трогать, почему-то не хочется просто сидеть держать. То есть в машине однозначно удобно. Так, друзья, будем считать то, что это был такой легкий тизер, анонсик, так скажем, BMW 528 для сравнения с Mazda 6, так как они находятся в принципе сейчас в одной ценовой категории, так как это бушный автомобиль, а это новый. Значит, автомобиль однозначно заслуживает внимания, автомобиль однозначно заслуживает рассмотрения, особенно тем, кто любит и покупает в принципе бушные автомобили, рекомендую присмотреться. На рынке таких предложений немного. Специально смотрел автору, вот именно что-то похожего найти очень сложно. В основном будут стоковые комплектации, стоковые версии, которые не так интересны, как наша модель. Соответственно, подписывайтесь на канал, в дальнейшем нас ждут еще многие обзоры, многие сравнения. Ставьте лайки, до новых встреч, пацаны, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok